Сегодня мы собирались подвести итоги этого года, но совсем недавно сделали то же самое на одном торжественном мероприятии. Оно уже ежегодно в Евпатории. Называется «Звезды спорта». Поговорим сегодня об этом с директором центра массового спорта Дианой Дорониной. Диана, здравствуйте. Доброе утро, Анастасия. Расскажите, как прошло мероприятие и как, в принципе, решили организовать подобные? Мероприятие решили организовать еще в том году. Это было для Евпатории новое. Но нам хотелось наших спортсменов честовать. Они настолько у нас уникальны, их в Евпатории очень много. И вот хотелось для них сделать этот праздник в конце года, перед Новым годом, их поздравлять. В этом году оно пришло еще на более высоком уровне. Нас посетил министр спорта Ольга Александровна Турбарова, за что ей огромное спасибо. Были представители депутата, администрации, именно спортсмены. То есть мероприятие прошло очень-очень высоко. В каком формате проходило это мероприятие? И так бы обращали еще какие-то премии на нем? Да, это было 21 номинация. В каждой номинации у нас был свой победитель. В течение полутора месяцев шла сбор заявок. Работала комиссия. Выбрать было очень непросто. У нас очень много хороших спортсменов. Это действительно уникально получилось. В этом году были представлены новых спортсменов. Мы хотели, как бы мы зажгли новые звезды спорта. Звучит прекрасно. Расскажите, какие были номинации, какие номинации основные? И за что, в принципе, эта премия? Только спортсменам или, может быть, за какие-то еще проекты в области спорта? В основном это как бы спортивная премия. То есть все окружилось возле спорта. Основных мер, они не все основные. То есть нет каких-то отдельных. Есть категория ГТО, где мы награждали семью ГТО. Есть, была только одна номинация новая. 2019 год, это был год массового спорта. И очень много муниципальных служащих принимали участие в наших мероприятиях. И вот была новая номинация. Самые спортивные муниципальные служащие. Вот это было что из нового. А так и события года. Самое лучшее спортивное соревнование. То есть и спортивный волонтер мы отметили. Тренеры по олимпийским и олимпийским видам спорта. То есть 21 номинация охватила полностью спорт нашего города. Отлично. А расскажите, как в принципе прошел этот год спорта? Какие были нововведения в этом году? И какие можно уже сказать итоги года есть? Нововведения, одно из, которые у нас буквально на днях были награждены. Это была премия, учреждена премия города за массовую работу во дворах. Я знаю, что вы здесь уже говорили о этой премии. Нельзя не повториться. Это вот реально было нововведение. Получила за первое место 25, второе 20, 15 тысяч. Вывели энтузиастов на площадке, которые занимаются с людьми. Это дорогого стоит, когда человек, это его стиль жизни, уже привлекать к здоровому образу жизни других людей. Также, конечно, строятся площадки очень много. Площадок ГТО, где-то меняется покрытие. Настолько охвачено, благодаря нашим руководителям города, колоссальный объем работы, дан старт такого подъема в спорте, что только радует. В 2019 Евпаторий был объявлен годом развития массового спорта. Поэтому так много всего, много инициативы от власти, от жителей. Я думаю, знаете, не только поэтому. Это просто толчок может быть для нас какой-то. Больше мероприятий, больше вовлечения, как детей, пенсионеров, людей старшего поколения. А так, ну, нас всегда поддерживают, всегда нам помогают. Я не думаю, что это прям год массового спорта, и наши руководители, ну, надо им помогать. Нет, нет, они всегда нам помогают. И думаю, и в 2020-м будут помогать. Тем более, мы уже третий раз, вот вчера уже стало известно, стали самым спортивным городом в Республике Крым. Ну, и министр спорта говорила, что все это и благодаря нашей власти, конечно, и благодаря инициативным жителям. Ну, в первую очередь, благодаря неповторимому климату Евпатории все-таки, потому что здесь все прям располагает к спорту. Конечно. У нас такая зима, мы вот буквально недавно закончили турнир по футболу среди дворовых команд, взрослых. И они играли и в дождь, и в холодный, и тепло было. То есть климат нам позволяет круглый год проводить спортивные мероприятия и выходить с дома на улице. Это отлично. Мы будем продолжать освещать ваше спортивное мероприятие обязательно. И, может быть, в следующем году вы введете еще одну номинацию «Спортивный журналист года». Спасибо вам большое за то, что пришли к нам так рано утром. И успехов, конечно, в работе. Спасибо вам большое. Как можно больше активных евпаториц, чтобы было в нашем городе. А пока что я передаю слово своим коллегам из Симферополя. Стефан, расскажи, занимаешься ли ты активным образом жизни?